В Самаре 24 мая 2013 года состоялся круглый стол на тему «История народов России и Азербайджана, 200 лет вместе». На круглом столе в числе прочих выступили член Совета старейшин Рустам Аревджанов и Абас Абасов с весьма одиозными заявлениями относительно исторической и национальной принадлежности столицы Южного Дагестана, города Дербент. Самый древний город России, это азербайджанский город Дербент. Азербайджанцы исконно жили на этих землях, основав город Дербент, который ныне является самым древним и самым южным городом России. А азербайджанский язык по праву является государственным в Дагестане, заявил Рустам Аревджанов. А Абас Абасов еще далее развил эту тему, Дербент когда-то был частью Азербайджана. Конечно же, сегодня мы не имеем и не предъявляем к России каких-то претензий по поводу того, чтобы эта земля была возвращена Азербайджану. Но упоминание самого факта имеет для нас большое значение, так как мы — древний народ. В связи с подобными заявлениями азербайджанских общественных деятелей, мы представляем вашему вниманию комментарии ученых и общественных деятелей, отреагировавших на их заявления о Дербенте как исконно азербайджанском городе. Энвер Кисриев, российский социолог и кавказовед. Конечно, меня искренне трогает, как деятели азербайджанской диаспоры в России заботятся о древности своего происхождения. Трудно спорить с нелепыми утверждениями, азербайджанцы, древний народ и дербент — азербайджанский город. И чем нелепее высказывание, тем больше требуется слов и усилий, чтобы разъяснить всю их нелепость. Если речь идет о нынешней азербайджанской этнической общности, то любой квалифицированный историк скажет, что азербайджанский народ возник совсем недавно в 1918 году на развалинах Российской империи, когда появляется политическое образование под названием «Азербайджанская республика». Причем, в то время понятие «азербайджанское» не подразумевало никакого этнического смысла, точно так же, как и понятие «дагестанское» в слове «Дагестанская республика» не подразумевало никакой национальности, так же, как и название «Горская республика». До революции на территории Российской империи не было такого народа, азербайджанцы. Их называли тогда персы, чурки, кавказские татары, теркеменцы и так далее вообще, название «Азербайджан» было географическим понятием и относилось оно, между прочим, не к территории, на которой ныне живет и здравствует Азербайджанская республика, а к территории Северного Ирана, где и сейчас расположен Иранский Азербайджан. Территория нынешней Азербайджанской республики в исторических источниках называлась по-разному в разные исторические эпохи, известны такие названия, как Албания, Алпан, Аран, Шерван и другие. Но никогда в прошлом, за пределами XX века этот регион ни в одном источнике не назывался Азербайджаном. Нынешняя азербайджанская нация по меньшей мере наполовину, если не на две трети сложена выходцами из этносов нетюркского происхождения, иранских парсов, курдов, татов, талашей и так далее, дагестанских, лесгин, аварцев, цахуров, удин и другие. И другие. Тюркский компонент, который, в конце концов, оказался доминирующим в смысле языковой общности и послуживший основой формирования в последующем этой новой национальности, появляется в регионе нынешнего Азербайджана, только в XI веке после рождения Христа или более чем через IV века от начала мусульманского лета исчисления. В таком случае спрашивается, как Дербент мог оказаться азербайджанским городом. Начало зарождения Дербента в древнейшем поселении, образованном далекими предками народа в дагестанской языковой ветви нахско-дагестанской языковой семьи никаким образом не связано с тюрками-агузами. Неоспоримым, пока, во всяком случае, в истории Дербента является установленный учеными факт, что он входил в состав древнего государства Кавказской Албании, государства античных времен, образованного местными народами кавказской языковой общности, предками нынешних дагестанских, прежде всего лесгинских народов. Когда в начале XII века, 1130 год, Дербент посетил арабский путешественник Абухамид Аэл Гарнати, он отмечает, что его жители говорят на локзанском, лесгинском, табаланском, табасаранском, филанском, возможно, акушинском диалекте даргинского языка, закаланском, цеудахарском диалекте даргинского языка, хайдакском, кайтакском, гумикском, лакском, сарирском, аварском, аланском, аском, осетинском, зерихкаранском, кубачинском, тюркском, кумыкском, арабском и персидском языках. А где же, вы спросите, азербайджанцы? Выдающийся авторитет древней истории Кавказов, Минорский, с мнением которого согласна, собственно, вся мировая академическая наука считает, что племена тюрков и агузов проникли в Иранский Азербайджан и далее в Закавказье в XI веке н.э., где постепенно местное ироноязычное население переняло тюркский язык. В последующем, уже в XV веке в Закавказье этот специфический тюркский язык, который с 20-х годов Хавека стали называть азербайджанским, начал расширять сферу своего распространения на некоторые кавказские этнические группы. В этой связи венецианский купец в начале XVI века пишет, что в Дербенте говорят по-черкесски или по-турецки. Это означает, что горцы Дагестана, занимающиеся активной хозяйственной деятельностью, как правило, хорошо знали и тюркский язык, который стал в Дербенте языком торговли и межэтнического общения. Но они не забывали и свой язык, и в азербайджанцев в своем большинстве не превращались. Азербайджан — одна из исторических областей на северо-западе Ирана. Это слово является искаженной формой слова Атропотина, которая на современном талышском языке означает родина Атропата. То, что государство Атропотина или же Малая Мидия, как ее историки иногда называют, принадлежало талышскому народу, а язык его населения, известный в средние века как Азери, является предшественником современного талышского языка. Нагло игнорируя очевидные исторические факты, официальная историческая наука в нынешней независимой Азербайджанской республике заявляет о тюркском начале чуть ли не всей мировой истории, начиная с шумеров и акацеев. Несмотря на то, что у историков имеются в наличии неопровержимые факты, свидетельствующие о переселении на древнюю землю Ирана кочевых тюрко-монгольских племен, начиная с XI-XII веков, в Баку со всей серьезностью декларируется принадлежность этим пришельцам чуть ли не всей иранской цивилизации, созданной в течение многих тысячелетий руками самих Иранойс. Язычных народов. Дербент, несмотря на то, что был основан сасанидами, всегда был и сегодня продолжает оставаться лесгинским городом, что, на наш взгляд, не подлежит сомнению. Любые заявления о принадлежности Дербента якобы азербайджанцам, чистой воды провокация, которая направлена против лесгинского народа, большая часть которого ныне целенаправленно ассимилируется властями незаконно рожденной Азербайджанской республики. В то время, как в течение многих тысячелетий лесгинский народ жил и творил в этих землях, создав свою самобытную культуру и цивилизацию, предки нынешних азаритюрков продолжали жить на далеких степях Центральной Азии и Алтая. В этом смысле, я бы оценил такие одиозные заявления азербайджанцев как непростительное оскорбление в адрес лесгин. Замир Закарияв, доктор исторических наук, профессор ДГУ известная восточная мудрость гласит, сколько ни говори халва, во рту сладко не станет. Перефразируя это изречение, можно сказать, что сколько ни повторяй набившую дагестанцам оскомину известную байку об азербайджанском Дербенте, он не станет таковым. Дербент не был азербайджанским ни в прошлом, не является в настоящем, не будет и в будущем. И никакие заклинания не изменят фактов. А факты говорят о том, что азербайджанское общество в целом пребывает в дремучем невежестве относительно истории той территории, где ныне расположена Азербайджанская республика. Самое страшное, что невежество охватило даже азербайджанскую интеллигенцию и ученую среду. Что тогда говорить о прочих? Со всей ответственностью заявляю, что Дербент никогда не был частью Азербайджана хотя бы потому, что в исторический Азербайджан, находящийся в составе Ирана, никогда не входили земли ни восточного Закавказья, ни тем более, современного Дагестана. Заявление о том, что азербайджанцы исконно жили на этих землях, основав город Дербент являются ничем иным, как беспардонной, наглой ложью, ибо так называемые азербайджанцы не являются автохтонным народом не только в Дербенте и его окрестностях, но и на территории современной Азербайджанской республики, а также на территории Иранского Азербайджана. Наукой давно установлено и неопровержимо доказано, что первое появление на указанных территориях предков нынешних азербайджанцев, пришлых кочевых тюркских племен Агузов, тюрков-сельджуков, перекочевавших из Центральной Азии, произошло лишь в одиннадцати в Тюркизо-Це и же местного коренного населения, кавказоязычного и раноязычного, продолжалось на протяжении ряда последующих столетий и местами продолжается до сих пор. Все это давно доказано и воспринято всей мировой научной общественностью. Разумеется, серьезной научной общественностью, так как опусы бакинских горе-историков серьезными никто в мире не считает. Никакого отношения к основанию Дербента тюрки Агузы не имели и не могли иметь, так как во время основания Дербента эти племена кочевали на территории за тысячи километров от Дербента, на просторах Центральной Азии. Совершенно чудовищные по масштабам фальсификации истории Восточного Кавказа, осуществляемые Азербайджанской научной школой идут вразрез с данными огромного количества достоверных исторических источников по истории региона. Не существует ни единого исторического источника, ни единого исторического факта, который бы указывал на исконность проживания здесь тюрок-агузов. Напротив, все исторические источники и документы на разных языках единодушны в том, что Восточный Кавказ, включая и район Дербента, издавна населяли кавказские, дагестаноязычные и иреноязычные племена. Мифы об азербайджанском Дербенте, как бы их ни пытались распространять мифотворцы из Баку, никогда не станут истиной, а останутся мифами. В стране, где историческая наука самым циничным образом используется в идеологических целях, являясь служанкой политической власти, это вполне ожидаемо. Но когда такие откровенные нелепости исходят от весьма известных персон, представляющих азербайджанцев в России, коими являются Аббас Аббасов и Рустам Арифджанов, то невольно возникает мысль, не перепутали ли они страну. Разбирать их лживые утверждения нет никакого желания, потому что в отличие от зомбированной идеологическими инъекциями Азербайджанской Республики, в Российской Федерации они выглядят просто смешными. Болезненное желание этих двух господ показать древность нынешнего азербайджанского народа и их связь с дагузским наследием Восточного Кавказа является весьма симптоматичным. Такое рвение может говорить только о том, что они прекрасно знают, что это чистой воды вымысел. Их старание доказать обратное связано с боязнью того, что тайно откроется окружающим и от этого пострадает имидж их самих и азербайджанцев в целом. Статус представителя древнего народа им нужен как воздух, чтобы во всеуслышание заявлять притязание на весь Восточный Кавказ, отодвинув в дальний ряд представителей собственно кавказских народов, в первую очередь лесгин.